Международная выставка по охране труда и промышленной безопасности состоялась на днях в столице Казахстана. Киош-2013 проходит уже в третий раз и собирает представителей крупнейших промышленных, нефтяных и горнорудных компаний различных стран мира. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню охраны труда. Генеральным партнером по традиции выступила группа Казахмыц. Специальный репортаж наших корреспондентов из Астаны. Открытая в минувший четверг выставка демонстрирует те технологии и средства индивидуальной защиты, которые дают возможность обеспечить и минимизировать риски на производстве. На конференции участники представляли самые передовые технологии охраны труда. Вот, к примеру, представители российской компании «Спецзащита», которая является главным поставщиком самоспасателей для угольных предприятий Казахмыца, привезли в Астану свою новую разработку для металлургов – ДОТ. В горячих цехах неоткетной части, потому что там ограничена окись кислорода, в связи с тем, что большая температура воздуха, а кислород, соответственно, уменьшен. Поэтому нашими ДОТами металлурги могут спокойно пользоваться в горячих цехах. Между тем, в Казахстане по количеству травматизма лидирует строительная, транспортная и добывающая отрасли. Основной фокус у нас является минимизация смертности на рабочих местах, то есть сохранность жизни. Для этого у нас существует эта площадка, для этого у нас существует выставка, где мы демонстрируем последние инновационные разработки, средства индивидуальной коллективной защиты. И конференция у нас создана специально с целью, чтобы обсудить, чтобы просто содействие к тому, чтобы вот эта цель была осуществима. Мало кто знает, что помимо всех прочих средств защиты на производстве, существует и специальная защитная косметика. В России, к примеру, защитный крем для рук обязали закупать все промышленные предприятия. Крема наносят на руки до работы, появляется защитная пленочка, человек работает, выполняет работы, связанные с механическими работами. Те работы, которые нельзя выполнить в перчатках, выполняются руками, руки защищаются. После выполненных работ крем просто смывается. Киош-2013 прошел в два дня. Пленарные заседания сменили интерактивные круглые столы и мастер-классы. Один из таких провел главный энергетик группы «Казахмыц». Специалисты корпорации научили коллег применять блокираторы изоляции источников энергии. К слову, только за прошлый год компании выделено порядка 200 миллионов тенге на закуп 20 тысяч единиц блокирующих устройств от мировых производителей. Проведена подготовка и обучение специалистов. Она призвана сократить количество несчастных случаев, связанных с изолированными источниками энергии. В этом году выставка «Киош» представила 43 компании из Казахстана, России и Украины. Основной пул экспонентов составляют отечественные компании. Значимость события подтверждает и внушительный состав спонсоров и партнеров проекта. Генеральный партнер – группа «Казахмыц». «У нас в компании намечена тенденция по снижению смертельного травматизма. То есть, если мы несколько лет назад имели его достаточно высоким, то сейчас мы видим, что мы движемся в правильном направлении. И положить эту тенденцию, мы будем ее не только удерживать, а доводить до логического завершения, когда будет достигнута наша основная цель – это нулевой уровень травм на предприятии». Ирина Камышо, Ужас Габасов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Астана.